Девушки отдыхают В соответствии с пунктом 5 ст. 24 Устава Дальнегорского городского округа представляю вам отчет о проделанной работе за 2018 год. Полномочия депутата осуществляю последующим основным направлением. Правотворческая деятельность, реализация наказов и прием избирателей. Кратко остановлюсь на каждом из них. В течение года присутствовал практически на всех заседаниях городской думы, за исключением нескольких пропущенных в связи с неотложными командировками. В отсутствие председателя думы, являясь его заместителем, вел заседание представительного органа. Вхожу в состав Комитета по городскому хозяйству и Комитета по бюджету и экономической политике. Участвуя в работе Комитета по городскому хозяйству, уделял внимание следующим основным вопросам. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых программ. Благоустройство, асфальтирование дорог, тротуаров, формирование комфортной городской среды, освещение улиц, подготовка жилья и объектов соцкульпыта к отопительному сезону. В работе Комитета по бюджету и экономической политике принимал активное участие в рассмотрении вопросов повышения эффективности бюджетных расходов и увеличения объема налоговых и неналоговых доходов. Контроль за расходованием бюджетных средств. Что касается непосредственно работы на округе, я второй созыв являюсь депутатом, поэтому проблемы избирателей нехорошо известны. Раз в месяц по графику провожу приемы по личным вопросам в депутатском центре. У нас граждане как бы не сильно активны, поэтому не сильно часто посещают приемную. Помимо этого жители часто обращаются по основному месту моей работы. В прошедшем году наибольшее количество обращений касалось вопросов социальной защиты, качества жилищно-коммунальных услуг и благоустройства придомовых территорий. Заявителям были даны консультации, оказана помощь в решении вопросов. По мере необходимости оказываю помощь общественным организациям города, в том числе Совету ветеранам и детям войны. Всегда готов встретиться с избирателями, выслушать жалобы, предложения или замечания. В завершении своего отчета хочу выразить благодарность коллегам-депутатам и всем, кто помогал и помогает мне в реализации депутатских полномочий. Спасибо за внимание. Вторым отчитался Василий Извенко, депутат по 11-му избирательному округу, он же председатель Думы. Границы участка – улица Осипенко, отчетные дома со 2 по 20, улица Пионерская, дома номер 66 и 68, проспект 50 лет Октября, дома номер 67 и 73. Значительную часть регламентированного времени отчета Василий Иванович зачем-то потратил на разъяснение нормативных положений о работе Думы. Я являюсь членом фракции от партии «Единая Россия» в Думе Дальнегорского городского округа, но я также вхожу в состав комитета по бюджету и экономической политике. Деятельность Думы и депутата Дальнегорского городского округа осуществляется в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации органов местного самоправления, это вы знаете, ФСЗ-131, уставом Дальнегорского городского округа, регламентом Думы Дальнегорского городского округа, ну и планом работы Думы, которая утверждается и депутатами Думы. И вот как бы основной деятельностью именно депутата на округе и в Думе это нормотворчество. Поэтому согласно 24-й статье устава Дальнегорского городского округа, депутат в большей степени своей деятельностью в первую очередь имеет право на правотворческую инициативу по вопросам ведения, отнесенным к компетенции Думы городского округа в виде проектов муниципальных правовых актов Думы Дальнегорского городского округа и по праву КРИН. Правотворческая инициатива депутата подлежит рассмотрению Думы, порядке установленной регламентом Думы Дальнегорского городского округа. Он также принимает в деятельность в ходе, принимает те или иные нормативные правовые акты, вносить законодательные инициативы, депутат имеет право, мониторить ситуацию на округе и своевременно направлять поступившие обращения в вопросы к исполнительной власти, контролировать данные обращения. Естественно, требовать, чтобы выходил какой-то локальный акт на исполнение данного обращения, ну и следить за исполнением данных обращений. Вот такая нормотворческая деятельность именно депутата, который входит в Думу. Значит, какие формы депутатской деятельности, формами депутатской деятельности являются работа с избирателями, участие в заседаниях Думы, участие в комиссиях, выполнение поручений Думы, участие в депутатских слушаниях, обращение с депутатскими запросами, обращение к должностным лицам местного самоправления и органам местного самоуправления по вопросам местного значения. Значит, вот основные деятельности и формы депутатской деятельности, что является. Это вот я, как бы, начало, чтобы мы все-таки понимали, что депутат, он, вот, основная его работа, именно вот в Думе, именно нормотворчество, а не бегать с лопатой. Значит, далее, с момента, ну, я немножко остановлюсь о той деятельности, которую я провожу на своем округе, с момента избрания, седьмого созыва депутатов прошло полтора года, чуть меньше, вот, 15 месяцев, да. В течение этого времени пути решения возникших проблем мы искали с нашими, и конкретно я, с нашими избирателями, на личных приемах, совместных встречах, в рамках работы профильных комитетов Думы, комиссий, рабочих групп, совместно с администрацией Дальнегорского городского округа. За отчетный перевод в мой адрес поступило 12 обращений. Вопросы и обращения жители округа задавали в ходе личных встреч приемов. Все обращения были рассмотрены в порядке и сроки, установленные законодательством, и даны соответствующие ответы. Так, из 12 обращений 5 были исполнены. По остальным даны соответствующие разъяснения и направлены по компетенции. Одно находится на контроле. Практика показывает, что основная часть вопросов касается сфер жилищно-коммунального хозяйства. И это правильно. Это напрямую связано с каждым жителем. Надо сказать, что данная сфера является основой, федеральной темой на территории Российской Федерации. Мы понимаем, что нам в наследство после распада Советского Союза достался такой вот плохой жилищный фонд, который теперь требует серьезных вложений. В силу специфики территории строить новое жилье муниципалитет не может. Значит, только остается его содержать и ремонтировать. Поэтому только совместное системное действие и оперативно принятые решения всех ветвей власти вместе с региональным оператором, а также жесткий контроль за расходами финансовых средств собственников жилья могут решить накопившие годами проблемы. Как член фракции «Единая Россия» в Думе я провожу личные приемы. И, естественно, эти личные приемы соответствуют нашему графику, графику, который размещается в средствах, размещен в газете и в средствах массовой информации. После шестиминутного ликбеза Василий Язвенко прибегнул к известной депутатской практике. Включать в личный отчет некоторые достижения, к которым едва ли имеется личное отношение. Благодаря тесному взаимодействию депутатского корпуса с исполнительной властью, руководителей крупных предприятий и бизнес-сообщества, в 2018 году были реализованы значимые проекты на территории Дальнегорского городского округа. А именно, реконструкция стадиона «ТЭМ», спортивного комплекса «Вертикаль», ремонт спортивного комплекса «Гранит», капитальный ремонт центральной городской больницы, ремонт бассейна «Лотос», реализация партийного проекта «Комфортная городская среда», парки малых городов и общественных территорий. В 2018 году по инициативе жителей округа, помощника депутата Поповой Елены Викторовны, приняли участие в проекте «Тысяча дворов». И дом, который расположен по улице Осипенко 4, выиграл сертификат на установку детской площадки. Дом номер 6, извините, пожалуйста, участвовали 4 и 6, дом 4 участвовал придомовая территория, а дом номер 6 это спортивная детская площадка, поэтому дом номер 6. Также мы участвовали, наш округ попал в муниципальную программу, это ремонт дворовой территории, мы отремонтировали двор на улице Осипенко, дом 13, и проезд от дома номер 66 по улице Пионерска до дома 67 по проспекту 50 лет Октября. Это вот поворот возле МФЦ. В доме 7-го созыва сложилась положительная практика рассмотрения наиболее сложных коллективных обращений на профильных комитетах Думы с приглашением исполняющей обязанности главы Дальнегорского городского округа, руководителей структурных подразделений администрации, специалистов ресурсоснабжающих организаций, ну и, естественно, с вынесением положительных решений и взятия на контроль от профильных комитетов по исполнению. Для проведения итоговых решений Думы Дальнегорского городского округа в интересах городского округа в отчетном переводе принимал участие в обсуждении и выработке решений на заседаниях профильных комитетов, публичных слушаниях, рабочих группах, заседаниях фракций и непосредственно в работе Думы Дальнегорского городского округа. Безусловно, сложные вопросы не решить за короткий период. Только системный подход взаимодействия всех органов государственной власти – залог успешного решения. Я с помощниками, у меня два помощника, Попова Еленой Викторовной и любимой Светланой Эрнестовной, постараемся приложить максимум усилий, чтобы оказать содействие в решении поставленных задач. Уважаемые друзья, только вместе, сообща, мы сможем сделать округ комфортнее и безопаснее для проживания. Спасибо за внимание. С вопросом к депутату обратился Александр Сдвижков, председатель совета дома номер 6 по улице Осипенко, порекомендовав обратить внимание на дома 125-й серии при формировании списка для капитального ремонта, осуществляемого фондом. Кровля в его доме в аварийном состоянии. Напомним, муниципалитет формирует список, а фонд капитального ремонта оставляет от 8 до 11 домов по своему усмотрению. Вот вопрос сразу к вам, я хочу отрисовать. Вот Осипенко 6, да? Вот как собственники жилья? Вот скажите, вы, мы находимся где? Вы платите деньги региональному оператору, да? Да, да. Ну вот скажите, пожалуйста, как вот платеж у вас собираем? Больше 80 процентов, извиняюсь. Больше 80 процентов, да? Как положено, да. Как положено, положено 100 процентов. 80 это же не 100. Так вот, Александр Иванович, здесь давайте вместе работать. Вы поработаете с собственниками жилья, а значит я как депутат поработаю. Вот когда будет 100 процентов 99, 98, ну 98, то есть когда... Нет, вы определили или кто-то? Что платят? Нет, 98 процентов. Я, например, слышал, не в газете было 80 процентов. Нет. Не менее. Ну хотя, чем больше, тем лучше. Ну а вы с собственниками жилья, поэтому не надо... Нет, нет, нет. Вот когда, вот тогда можно задавать вопрос, ну и плюс то, что 125 серия, она в первую очередь, потому что крыл кровли идет к этому. Конечно же, будем работать в этом направлении. Сделайте обращение и все это будем работать. Я больше не на обращение внимания обращаю, а на то, что когда задают вопросы такие, это злободневные, я знаю, по этим замам. Возмутилась эта фраза, что невозможно определить, кто кому. Когда определились, два дома взяли, вопрос пек, ну маленьких, ага, отчитали, ну пять, плюс два... Александр Иванович, я вас услышал. Мы установим, какие дома, в первую очередь, там написано, что пять на один год определяется, да. А администрация определяет, в первую очередь, те дома, которые попадают в ремонт. Вот мы возьмем это депутатским корпусом на контроль, какие дома попадают в этот список. Правильно. Вот. И потом, значит, я вам уже отвечу, как положено. Сейчас я не могу пока говорить. Так вот, вы можете вместе с этим, так сказать, с вашим помощником, создавка поповой этой стороны, и остальных, где вот определить, такие дома, которые, ну, вылаживая, так рисуют. Вы сами говорите, 125-я серия, она в первую очередь должна быть под кровлей, под шатровой кровой. Все я понимаю. Нет, в общем, собрать всех, все ясно, и объявить. Хорошо, спасибо. Я вас слышал. Да, вы только, пожалуйста, сделайте мне это обращение, чтобы все это было у меня... Да, но у вас есть. Нет, нет. Я работаю с Еленой Викторовной. Хорошо. Она вынтересовала помощником. Все понял. Я житель дома 11, школа Ассипенко. Ассипенко 11, да? Когда мы баллокировались, мы проводили собрание на дворе. Мы обещали, что заасфортируете наш проезд. 13-й дом асфортируем, 9-й асфортируем, наш, 40 лет, 42 года дом, 42 года там, вошли, вошли. Ну, я не мог вам обещать, что я заасфортирую. Ну, как? Как я не мог? Ну, как мы могли асфортировать? Адлака было. Нет, нет, нет. Подождите, не надо. Не надо. Я помню, что я говорю. Значит, во-первых, у нас полтора года назад, вот, дорога на повороте, вспомните, вот это вот, вот, она уже была в программе, вот это говорили мы с вами. Ну, и попали мы вот в муниципальную программу, это Осипенко, 13 дом. 11 дом, асфальт, он, как бы, ну, еще, я хочу сказать, он хороший. Еще, ну, как бы, может, еще есть. Мы сейчас пройдем после вас. Есть? Не вопрос, пройдем. Вот, вот, на 19-й год, на 19-й год, опять же, по муниципальной программе, нет. 11-го дома нет? А с Осипенко 11-й нет, нет. А может, вы можно внести, что в муниципальную программу как-нибудь? Нет, нельзя. Значит, ну, значит, будем работать. Это же на 19-м году не заканчивается жизнь. Здесь еще 20-й, 21-й. Ну, да, конечно. Значит, ну, полномочия, что есть, значит, выполнил обещание. Я не хотела сюда в приемную, вас там не было в приемную. Часы, ну, и ладно. Когда вы в приемную? Ну, я не помню. Это было в конце того года, в ноябре, что-то было. Вы хотели мне напомнить? Да, я хотела мне напомнить. Спасибо. Спасибо. И там у меня еще вопрос. Пожалуйста. Короче, у нас у дачников на Садовом вопрос. По стоимости проезда. Сейчас проезд от Светлого ключа до Садового 49 рублей, если я не ошибаюсь. Одна поездка в одну сторону. Представляете, сколько стоит? Практически 100 рублей. Кто стоил проезд на дачу до 14-го, по-моему? 25 рублей, как городская территория. Вы знаете, почему произошло это с переносом вот этих границ? Вот, да, городская территория. Да, это давняя история. Может быть, какие-то льготные автобусы нам сделаете? Или что-то? Но это же очень дорого для пенсионеров, ездить на дачу за 100 рублей одна поездка. Это только Светлого ключа я взяла. А если кто-то едет за Галилову туда? А это все равно будет так же? Нет, не все равно. Там идет до Садового, Светлого. У них как-то через три остановки. И, ну, в общем, вот вопрос такой. Проезд по городу 25. А остальное прибороется? Вот такой вопрос. Очень добрый. Ну, там подачи сгорели, как говорится, но они там не все сгорели. Давайте я, наверное, отвечу. Василий Иванович, ну, пожалуйста, мы чуть-чуть, да, не в курсе этих всех. Дело в том, что даже вот тот проезд, который на данный момент есть, он не покрывает тех расходов, вы же тоже понимаете прекрасно, все считать умеем, да? Насколько топливо выросло, ну, соответственно, запчасти, обслуживание, все это выросло в цене. Мы даже не перекрываем те расходы, которые есть на данный момент. И еще вопрос. У нас дворники в городе есть? Ну, это же в ТСЖ. Нет, помимо ТСЖ в городе дворники есть. Да, заключены контракты. Кто убирает улицы? Постоянно грязная улица. Вот больница, грязь всегда. Вот от проезда к магазину «Армо» и до «Знамени». Всегда грязище. Кто-то убирает это. Там, во-первых, ямы на тротуаре. Их кто-то, город может их заелать. Сколько лет уже асфальт, а весь выбитый. Кто-нибудь за пешеходными дорожками проезды делают, дороги муниципальные делают. Ладно, да, ремонтируем. А кто-нибудь, вот пешеходные тротуары, кто-то смотрит, где надо подремонтировать? Нет, нет. У нас во многих местах тротуары в таком состоянии. И там постоянно грязь. На журавлике на остановке постоянно грязь. Постоянно грязь. Дворники есть какие-то... Будем заниматься этим вопросами, конечно, будем выходить в администрацию. Будем поднимать эти вопросы на комитетах. Будем ставить этот вопрос, это я тоже знаю. И туда вот дальше за в Мирсам тоже тротуары никакие. Вроде бы по левой стороне сделали, мимо училища, а вот здесь вот тоже. Да, надо наводить здесь порядок. Я думаю, что дойдут руки и до тротуара. Я думаю, что мы должны это сделать. Присутствующие поинтересовались дальнейшим ходом работ по благоустройству бульвара Полина Осипенко, отметив востребованность детской площадки в сквере рядом со стадионом спортивной школы «Вертикаль» и тренажерной возле бывшей второй школы. Те объекты, которые были построены, это, конечно, инициатива всех нас, и депутатов, и администрации. Да, молодцы. И, значит, подрядчику, который вышли, и вот этот короткий срок поставили эти площадки, они не доделали. Но я думаю, что доделают еще мягкое покрытие. Вот как только установится погода, да, будет и на той площадке еще будет крошка, то есть будет мягкое покрытие. И на спортивной будет. И подрядчик, да, все подрядчик посмотрит, потому что она еще находится на гарантии. Поэтому все это сделаем, и вывезут мусор, все это будет хорошо. Дай бог, чтобы нам еще начать реконструкцию бульвара Полина Осипенко. Это вот как бы комплексы. Председатель Думы Василий Извенко обозначил регламент. 10 минут – доклад депутата о своей годичной деятельности. До 5 минут – вопросы от жителей. Стоит отметить, что ранее на отчетах народных избранников подобный регламент не устанавливался. Да и не все выступления депутатов дотягивали до заявленного времени. Первым свой отчет представил заместитель председателя Думы Антон Тютюник, избранный по 10-му одномандатному округу, участок – часть микрорайона «Газбанк». В соответствии с пунктом 5 ст. 24 Устава Дальнегорского городского округа, представляю вам отчет о проделанной работе за 2018 год. Полномочия депутата осуществляю последующим основным направлением – правотворческая деятельность, реализация наказов и прием избирателей. Кратко остановлюсь на каждом из них. В течение года присутствовал практически на всех заседаниях городской думы, за исключением нескольких пропущенных в связи с неотложными командировками. В отсутствие председателя думы, являясь его заместителем, вел заседание представительного органа. Вхожу в состав комитета по городскому хозяйству и комитета по бюджету и экономической политике. Участвуя в работе комитета по городскому хозяйству, уделял внимание следующим основным вопросам. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых программ, благоустройство, асфальтирование дорог, тротуаров, формирование комфортной городской среды, освещение улиц, подготовка жилья и объектов соцкульпыта к отопительному сезону. В работе комитета по бюджету и экономической политике принимал активное участие в рассмотрении вопросов повышения эффективности бюджетных расходов и увеличения объема налоговых и неналоговых доходов, контроль за расходованием бюджетных средств. Что касается непосредственно работы на округе, я второй созыв являюсь депутатом, поэтому проблемы избирателей нехорошо известны. Раз в месяц по графику провожу приемы по личным вопросам в депутатском центре. Но у нас граждане как бы не сильно активны, поэтому не сильно часто посещают приемную. Помимо этого, жители часто обращаются по основному месту моей работы. В прошедшем году наибольшее количество обращений касалось вопросов социальной защиты, качества жилищно-коммунальных услуг и благоустройства придомовых территорий. Заявителям были даны консультации, оказана помощь в решении вопросов. По мере необходимости оказываю помощь общественным организациям города, в том числе Совету ветеранам и детям войны. Всегда готов встретиться с избирателями, выслушать жалобы, предложения или замечания. В завершении своего отчета хочу выразить благодарность коллегам-депутатам и всем, кто помогал и помогает мне в реализации депутатских полномочий. Спасибо за внимание. Вторым отчитался Василий Извенко, депутат по 11-му избирательному округу, он же председатель Думы. Границы участка – улица Осипенко, отчетные дома со 2-го по 20-й, улица Пионерская, дома номер 66 и 68, проспект 50 лет Октября, дома номер 67 и 73. Значительную часть регламентированного времени отчета Василий Иванович зачем-то потратил на разъяснение нормативных положений о работе Думы. Я являюсь членом фракции от партии «Единая Россия» в Думе Дальнегорского городского округа, но я также вхожу в состав комитета по бюджету экономической политики. Деятельность Думы и депутата Дальнегорского городского округа осуществляется в соответствии федерального закона об общих принципах, организациях органов местного самоправления, это вы знаете, ФСЗ-131, уставом Дальнегорского городского округа, регламентом Думы Дальнегорского городского округа, ну и планом работы Думы, которая утверждается и депутатами Думы. И вот как бы основной деятельностью именно депутата на округе и в Думе это нормотворчество. Поэтому согласно 24-й статье устава Дальнегорского городского округа депутат в большей степени своей деятельностью в первую очередь имеет право на правотворческую инициативу по вопросам ведения отнесенным к компетенции Думы городского округа в виде проектов муниципальных правовых актов Думы Дальнегорского городского округа и поправок к рим. Правотворческая инициатива депутата подлежит рассмотрению Думы в порядке, установленной регламентом Думы Дальнегорского городского округа. Он также принимает в деятельность входит принимать те или иные нормативные правовые акты, вносить законодательные инициативы, депутат имеет право, мониторить ситуацию на округе и своевременно направлять поступившие обращения в вопросы к исполнительной власти, контролировать данные обращения, естественно, требовать, чтобы выходил какой-то локальный акт на исполнение данного обращения, ну и следить за исполнением данных обращений. Вот такая нормотворческая деятельность именно депутата, который входит в Думу. Значит, какие формы депутатской деятельности, формами депутатской деятельности являются работа с избирателями, участие в заседаниях Думы, участие в комиссиях, выполнение поручений Думы, участие в депутатских слушаниях, обращение с депутатскими запросами, обращение к должностным лицам местного самоправления и органам местного самоправления по вопросам местного значения. Значит, вот основные деятельности, деятельность и формы депутатской деятельности. Что является? Это вот я, как бы, начало, чтобы мы все-таки понимали, что депутат, он, вот, основная его работа именно вот в Думе, именно нормотворчество, а не бегать с лопатой. Значит, далее, с момента, ну, я немножко остановлюсь о той деятельности, которую я провожу на своем округе, с момента избрания, седьмого созыва депутатов прошло полтора года, чуть меньше, вот, 15 месяцев, да. В течение этого времени пути решения возникших проблем мы искали с нашими, и конкретно я, с нашими избирателями, на личных приемах, совместных встречах, в рамках работы профильных комитетов Думы, комиссий, рабочих групп совместно с администрацией Дальнегорского городского округа. За отчетный перевод в мой адрес поступило 12 обращений. Вопросы и обращения жители округа задавали в ходе личных встреч, приемов. Все обращения были рассмотрены в порядке и сроке, установленные законодательством, и даны соответствующие ответы. Так, из 12 обращений 5 были исполнены. По остальным даны соответствующие разъяснения и направлены по компетенции. Одно находится на контроле. Практика показывает, что основная часть вопросов касается сфер жилищно-коммунального хозяйства, и это правильно. Это напрямую связано с каждым жителем. Надо сказать, что данная сфера является основой, федеральной темой на территории Российской Федерации. Мы понимаем, что нам наследство после распада Советского Союза достался такой вот плохой жилищный фонд, который теперь требует серьезных вложений. В силу специфики территории, строить новое жилье муниципалитет не может, значит, только остается его содержать и ремонтировать. Поэтому только совместные системные действия и оперативно принятые решения всех ветвей власти вместе с региональным оператором, а также жесткий контроль за расходами финансовых средств собственников жилья, могут решить накопившие годами проблемы. Как член фракции «Единая Россия» в Думе я провожу личные приемы. И, естественно, эти личные приемы соответствуют нашему графику, который размещается в средствах, размещен в газете и в средствах массовой информации. После шестиминутного ликбеза Василий Язвенко прибегнул к известной депутатской практике – включать в личный отчет некоторые достижения, к которым едва ли имеется личное отношение. Благодаря тесному взаимодействию депутатского корпуса с исполнительной властью, руководителей крупных предприятий и бизнес-сообщества в 2018 году были реализованы значимые проекты на территории Дальнегорского городского округа, а именно реконструкция стадиона «ТЭМ», спортивного комплекса «Вертикаль», ремонт спортивного комплекса «Гранит», капитальный ремонт центральной городской больницы, ремонт бассейна «Лотос», реализация партийного проекта «Комфортная городская среда», парки малых городов и общественных территорий. В 2018 году по инициативе жителей округа, помощника депутата Поповой Елены Викторовны, приняли участие в проекте «Тысяча дворов». И дом, который расположен по улице Осипенко 4, выиграл сертификат на установку детской площадки. Дом номер 6, извините, пожалуйста, участвовали 4 и 6, дом 4 участвовал придомовая территория, а дом номер 6 это спортивная детская площадка, поэтому дом номер 6. Также мы участвовали, наш округ попал в муниципальную программу, это ремонт дворовой территории, мы отремонтировали двор на улице Осипенко, дом 13 и проезд от дома номер 66 по улице Пионерска до дома 67 по проспекту 50 лет октября. Это вот поворот возле МФЦ. В доме 7-го созыва сложилась положительная практика рассмотрения наиболее сложных коллективных обращений на профильных комитетах Думы с приглашением исполняющей обязанности главы Дальнегорского городского округа, руководителей структурных подразделений администрации, специалистов ресурсоснабжающих организаций, ну и естественно с вынесением положительных решений и взятия на контроль от профильных комитетов по исполнению. Для проведения итоговых решений Думы Дальнегорского городского округа в интересах городского округа в отчетном переводе принимал участие в обсуждении и выработке решений на заседаниях профильных комитетах, публичных слушаниях, рабочих группах, заседаниях фракций и непосредственно в работе Думы Дальнегорского городского округа. Безусловно, сложные вопросы не решить за короткий период. Только системный подход взаимодействия всех органов государственной власти залог успешного решения. Я с помощниками, у меня два помощника, Попова Елена Викторовна и любимой Светланой Эрнестовной постараемся приложить максимум усилий, чтобы оказать содействие в решении поставленных задач. Уважаемые друзья, только вместе, сообща, мы сможем сделать округ комфортнее и безопаснее для проживания. Спасибо за внимание. С вопросом к депутату обратился Александр Сдвижков, председатель совета дома номер 6 по улице Осипенко, порекомендовав обратить внимание на дома 125-й серии при формировании списка для капитального ремонта осуществляемого фонда. Кровля в его доме в аварийном состоянии. Напомним, муниципалитет формирует список, а фонд капитального ремонта оставляет от 8 до 11 домов по своему усмотрению. Вот вопрос сразу к вам я хочу отрисовать. Вот Осипенко 6, да? Вот как собственники жилья? Вот скажите, вы, мы находимся где? Вы платите деньги региональному оператору, да? Да, да. Ну вот скажите, пожалуйста, как вот платеж у вас собираем? Больше 80%, извиняюсь. Больше 80%, да? Как положено, да. Положено 100%. 80% это же не 100%. Так вот, Александр Иванович, здесь давайте вместе работать. Вы поработаете с собственниками жилья, а значит я как депутат по работе. Вот когда будет 100% 99, 98? Ну 98, то есть когда? Нет, вы определили или кто-то? Что платят? Нет, 98%. Я, например, слышал не в газете про 80%, не менее. Ну, хотя, чем больше, тем лучше. Ну, а у кого-то составляет? Поэтому не надо... Нет, нет, нет. Вот когда, вот тогда можно задавать вопрос, ну и плюс то, что 125-я серия, она в первую очередь, потому что крыл кровля идет к этому. Конечно же, будем работать в этом направлении. Сделайте обращение и все, и будем работать. Я уже не на обращение внимания обращаю. А на то, что, когда задают вопросы такие, это злободневные, я знаю, по этим замам. Возмутил эта фраза, что невозможно определить, кто кому. Когда определились, два дома взяли, вопрос 5. Ну, маленьких. Ага, отчитали. Ну, 5 плюс 2. Александр Иванович, я вас услышал. Мы установим, какие дома, в первую очередь, там написано, что 5 на один год определяется, да. А администрация определяет, в первую очередь, те дома, которые попадают в ремонт. Вот мы возьмем это депутатским корпусом на контроль, какие дома попадают в этот список. Сейчас справлюсь. Вот. И потом, значит, я вам уже отвечу, как положено. Сейчас я не могу пока говорить. Так вот, вы помните, вместе с этим, так сказать, с вашим помощником, создавка Попова, и остальных, где вот определить, такие дома, которые, ну, вылазят, как рисуют. Вы сами говорите, 125-я серия, она в первую очередь должна быть под кровлей, под шатровой кровой. Да, да. Ну, я понимаю. Нет, в общем, собрать всех. Все ясно. Хорошо, спасибо. Я вас услышал. Да, вы только, пожалуйста, сделайте мне это обращение, чтобы все это было у меня. Да, но у вас есть. Нет, нет. Хорошо. Вы интересны помощникам. Все понял. Я житель дома 11. Ощипетка 11, да? Да. Когда мы баллокировались, мы проводили собрание на дворе. Мы обещали, что заасфортируете наш проезд. 13-й дом асфортируем, 9-й асфортируем, наш, 40-лет, 42-го года дом, 42-го года там, вошли. В какой стадии решения собрались? Ну, я не мог вам обещать, что я заасфортирую. Ну, как? Ну, как я могу асфортировать? Нет, нет. Подождите, не надо. Не надо. Я помню, что я говорю. Значит, во-первых, у нас полтора года назад, вот, дорога на повороте, вспомните, вот это вот, вот, она уже была в программе, вот это говорили мы с вами. Ну, и попали мы вот в муниципальную программу, это Ощипенко 13 дом. 11 дом, асфальт, он, как бы, ну, еще, я хочу сказать, он хороший. Еще, ну, как бы, может, еще есть. Есть? Не вопрос, пройдем. Вот, на 19-й год, на 19-й год, опять же, по муниципальной программе нет. 11 дома нет. А с Ощипенко 11 нет. Нет. А может, вы, можно внести школу на поворот как-нибудь? Нет, нельзя. Значит, ну, значит, будем работать. Это же на 19-м году не заканчивается жизнь. Здесь еще 20-21-й. Обещали, ну, да, конечно. Значит, ну, полномочия еще есть, значит, выполнен обещание. Я не хотела сюда в приемную, вас там нет, у вас в приемную часы, ну, и ладно. Когда вы выходили? Ну, я не помню, это было в конце того года, в ноябре, что-то было. Вы хотели мне напомнить? Да, я хотела мне напомнить. Спасибо. Да, и давай у меня еще вопрос. Пожалуйста. Короче, у нас у дачников на Садовом вопрос. По стоимости проезда. Сейчас проезд от Средного Круча до Садового 49 рублей, если я не ошибаюсь. Одна поездка в одну сторону. Представляете, сколько стоит? Практически 100 рублей. В ту сторону проезд на дачу до 14-го, по-моему, 25 рублей, как городская территория. Вы знаете, почему произошло это с переносом вот этих границ? Вот, да, городская территория. Да, это давняя история. Может быть, какие-то льготные автобусы нам сделаете? Или что-то? Ну, это же очень дорого для пенсионеров. Ездить на дачу за 100 рублей одна поездка. Это только от Средного Круча я взял. А если кто-то едет с Галерова туда? Папа, это все равно будет дальше. Нет, не все равно. Там идет до Садового, от Средного там. У них как-то через три остановки. И, ну, в общем, вот вопрос. Проезд по городу 25. А остальное приводит. Вот такой вопрос. Значит, вопрос. Очень добрый. Ну, там у дачи сгорели, как говорится, но они там не все сгорели. Давайте я, наверное, отвечу. Василий Иванович, пожалуйста, чуть-чуть, да, не в курсе этих всех. Дело в том, что даже вот тот проезд, который на данный момент есть, он не покрывает тех расходов, вы же тоже понимаете прекрасно, все считать умеем, да? Насколько топливо выросло, ну, соответственно, запчасти, обслуживание, все это выросло в цене. Мы даже не перекрываем те расходы, которые есть на данный момент. И еще вопрос. У нас дворники в городе есть? Ну, это же в ТСЖ. Нет, помимо ТСЖ в городе в горнике есть. Да, заключены контракты. Кто убирает улицы? Постоянно грязная улица. Вот больница. Грязь всегда. Вот от проезда к магазину Ормо и до знамени. Всегда грязище. Кто-то убирает это. Там, во-первых, ямы на тротуаре. Их кто-то, город, может их заелать. Сколько лет уже асфальт, там весь выбитый. Кто-нибудь за пешеходными дорожками, вот проезды делают, дороги муниципальные делают, ладно, там ремонтируют. А кто-нибудь, вот пешеходные тротуары, кто-то смотрит, где надо подремонтировать? Нет, нет. У нас во многих местах тротуары в таком состоянии. И там постоянно грязь. На журавлике на остановке постоянно грязь. Постоянно грязь. Дворники есть какие-то... Будем занимать этим вопросами, конечно, будем выходить в администрацию. Будем поднимать эти вопросы на комитетах. Будем ставить этот вопрос, это я тоже знаю. И туда вот дальше за в Мирсам тоже тротуары никакие. Вроде бы по левой стороне сделали, мимо училища, а вот здесь вот тоже. Да, надо наводить здесь порядок. Я думаю, что дойдут руки и до тротуара. Я думаю, что мы должны это сделать. Присутствующие поинтересовались дальнейшим ходом работ по благоустройству бульвара Полина Осипенко, отметив востребованность детской площадки в сквере рядом со стадионом спортивной школы «Вертикаль» и тренажерной возле бывшей второй школы. Те объекты, которые были построены, это, конечно, инициатива всех нас, и депутатов, и администрации. Да, молодцы. И, значит, подрядчику, который вышли, и вот этот короткий срок поставили, эти площадки мне не доделали, но я думаю, что доделают еще мягкое покрытие. Вот как только установится погода, да, будет и на той площадке еще будет крошка, то есть будет мягкое покрытие, и на спортивной будет. И подрядчик, да, все подрядчик посмотрим, потому что она еще находится на гарантии. Поэтому все это сделаем, и вывезут мусор, все это будет хорошо. Дай бог, чтобы нам еще начать реконструкцию бульвара Полина Осипенко. Это вот как бы комплекс. Продолжил отчитываться депутат по 12 округу Дмитрий Мельниченко. Границы участка – улицы Берзинская, Ватутино, Коржевская, Партизанская, Светлая и Сухановская полностью. Проспект 50 лет октября с 75-го А по 129-й дом и улица Набережная, 30-й и 31-й дома. Это большой округ, это Шубинка, это Ватутино, Суханово, это много общежитий, сложный район, много людей, так сказать, живущих. Ну, я бы сказал, плохие условия. Ну и основная, конечно, деятельность. А, ну и о себе как бы вот сразу, то есть первый раз, не обессудьте, да, вот это мой первый срок. Участвую в комитетах по горхозяйству, то есть непосредственно на то, что связано с городом, жизнью людей, непосредственно, то есть членов Единой России, фракции Единой России. Ну, лучше бы не поднимать. Вы что-то имеете против партии Единой России, но если потом в другом месте об этом поговорим. Как бы в основной деятельности это комитет горхозяйства и непосредственно участие в программах, которые ведутся на территории Дальнегорского городского округа. Это и парки России, это много, кстати, вот те программы, которые участвуют и в Единой России, вот, к примеру, площадь, да? Давайте поднимать. А вы в какой парке состоите? Я ни в какой никогда не состояла. Можем не сбивать, да? Ну, хорошо. Вот. По непосредственной деятельности, как бы, по участию в комитетах на этот год, ну, были определенные результаты достигнуты. Это вот, не скажу, что, как бы, прям мы заасфальтировали. Ну, город заасфальтировал тоже 83-85 дом. Ну, там, конечно, много еще всяких проблем, но в основном, в принципе, что-то решается. Ну, по обращениям, как бы, граждан работаем, ну, постоянно. И на территории велась работа по избирательной комиссии, та, которая у нас была, вы знаете, что прошло двое выборов губернаторов. Как бы, как бы, велась работа в этом направлении. Обращались и непосредственно к больнице по той ситуации, которая сложилась по врачам, по проживаниям на территории, потому что, вы все знаете, что это сложная ситуация. Было коллективное обращение к Прудникову, как бы, выходили к губернатору с этим вопросом. Определенных результатов, ну, мы достигли, как бы, были договоренности с краевой администрацией, что врачам все-таки и подъемные, и обещали компенсировать съем жилья, и непосредственно вот привлечение их на нашу территорию. То есть, есть результат, ну, ждем, когда наша больница воспользуется теми возможностями, которые ей предоставили. И надо ли говорить, что программа «Земский врач», подъемные для молодых медиков и прочие достигнутые договоренности, о которых повествовал Дмитрий Мельниченко, федеральные и краевые программы, никакого отношения к обращениям местных депутатов не имеющие. Одни действовали еще задолго до избрания Дальнегорской думы 7-го созыва, другие – предвыборные инициативы Олега Кожемяка, утвержденные после избрания. Также к губернатору работа по краю – это дороги, Василий Иванович упомянул, это та трасса, которая пролегает непосредственно у нас по городу. Это дорога до Каменки, которую вот все знаем, все там ездим, там она в очень плачевном состоянии, как бы ей тоже поднимать этот вопрос. Ну и пока что он вот завис на состоянии 3 километра в год, это все, чего мы пока смогли добиться в этом направлении. Ну и вот по вашему вопросу хотел бы сказать, что с моей стороны, как раз жил в 125-й серии, обращался я в непосредственно фонд капитального ремонта, ну чтобы хотя бы выяснить вопрос, а почему собственно вот так вот обстоят дела у нас с ремонтами крови и всего остального. Был получен ответ, если хотите, я потом распечатаю, вы можете через Василия Ивановича найти меня, я вам этот ответ... Спасибо, я один уже ответ читал. Нет, там ответ был как депутата, да. То есть там основная мысль, чтобы донести такова, что есть ТСЖ, который выполняет работы непосредственно у вас на доме, вы наняли эту компанию и есть администрация, которая работает с этим ТСЖ. Администрация каждый год создает непосредственно протокол, в который включает эти дома, которые требуют передвижки сроков, потому что сами понимаете из-за чего этим занимается непосредственно администрация. И вот эта вот связка ТСЖ и администрация, она очень важна. И вот как мне дали понять, жители там и ТСЖ, и как бы жители, и собственники жилья в этой связке вообще как бы и не нужны. То есть там должно актироваться, и все такое, третий десяток. Ну и конечно работа по обращениям граждан, их было много, потому что территория сложная, это и Шубинка, это наледи, это чистка русел рек, выходил в администрацию, чтобы они все-таки включились в эту программу по чистке русел рек, потому что губернатор разрешил это делать. Ну, опять же, администрация наша боится и не хочет туда заходить. Ну это уже вопрос, конечно, будет решаться, каким-то образом все-таки он решится. Что? Повторить что-то? Нет? Куда боится заходить? В рейке. В рейке боится. В рейке только разрешили. Не знаете? Ну, вы были на приезде губернатора, когда этот вопрос поднимался. Я была на приезде губернатора. Губернатор сказал, что если вам надо... В режиме ЧАЭС-а разрешили. В режиме ЧАЭС-а разрешили. В режиме ЧАЭС-а территория нет. Для этого же нужны законные основания для людей режима ЧАЭС-а, так? Там было немножко по-другому. Там было так, что если ситуация на реке может привести к режиму ЧАЭС-а, то тоже рассматривается как режим ЧАЭС. Допустим, придет большая вода летом. Двы не очистили русло, да? Как расценить, допустим, ну и залило. И наступил режим ЧАЭС. Его можно было избежать, да? Ну, как бы в этом направлении губернаторское... Ну, Чубуевка вошла в эту программу. Чубуевка очищала русло. Чубуев, 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 Чубуев. На сегодняшний день тоже вошел в федеральную программу по расчистке русло-рек. Ну, уточните, пожалуйста, этот момент. Вошли. В программу? В нашу. В федеральную программу, по расчистке русло-рек. В нашу вошел. Вошел. Начну на лицо. Ну и слава Богу. Молодцы. Расселение, опять же, там тоже очень были, ну, сложные такие вопросы. Там тоже был вопрос. Администрация, опять же, тоже ждала закона, который бы позволял расселять людей в политизированных квартирах. Ну, вроде я слышал, как там что-то было принято. И сейчас это сдвинулось с мертвой точки. Опять же, тоже жилье для... Это уже были федеральные вопросы, даже не администрация. Для администрации был вопрос по расселению нуждающихся. Это сироты, вот эти вот дети обездоленные там. Ну, здесь с нашей стороны это только вот квартиры, которые надо было найти, расселить, отремонтировать. Ну и работа в этом направлении, в том числе и с администрацией. Дмитрий Сергеевич, а вот эти дома на типографии, двухэтажные, Сталинки, это Ваш участок? Нет, это был сведущий участок. А, это Ваш участок? А теперь уже обваливаются потолки, а крыши не проживают. Там крыши сделали, а кто будет ремонтировать фасады? Продолжится ремонт. Я Шилову спрашивал, она сказала, что вторым этапом они просто в зиму ушли, сделали крыши, а сейчас потеплеет, они сделают фасады. Фасады сделаны. Да, там сделали электрику, сделали крыши. И еще такого же плана у нас дом получается, где ДВС вот этот вот, на повороте. Ну, трехэтажный дом, бывший общий. Нет, это частный, это частный, это частный, это частный. Это частный, это частный, это не наш. Я понимаю, можно как-нибудь? Фасад сделать. Нет, они сейчас сделают крышу, возможно, сделают и фасад. Это первый этаж сделал, а третий этаж... Так это все его? Это все его? Конечно. Там, кроме следователей, которые у него заживали. А, это весь его дом? Да. У присутствующих возник вопрос к депутату, как к члену комитета по городскому хозяйству. И касался он обеспечения микрорайона Горелая горячей водой вне отопительного периода. В 17-м году, понимаете, когда была другая там директор у них, она сказала, что раньше 21-го проблема не решится. Простите, тарифы растут, все растет, а люди должны сидеть без горячей воды 6 месяцев. Ну, как-то не объясняли, там просто дело в том, что... Да не надо вот эти объяснения, поймите, у Бремтепла всегда есть объяснения. Они взорвали теплотрассу, отремонтировали, асфальт не положили. И объяснение, и хватает денег. Поймите, мы в 21-м веке живем, есть модульные котельные, пусть ставят между домами эти котельные, и люди будут получать воду. Не надо туда и на Горелосскую ссылаться, котельные. Вопросы надо решать. Поднимайте вопросы, решайте, я прошу вас. Четвертый оратор Сергей Рябович, депутат по 13-му избирательному округу. В него входят улицы Инженерная, Рабочая, Советская, Шахтерская, Первая Советская, проспект 50 лет октября, дома со 130-го по 239-й. Говорить, что это проблемный округ я не буду, потому что у нас, наверное, не проблемных округов нет. У нас везде, на любом округе есть проблемы. Этот округ мне знаком, потому что я вырос там и до сих пор живу. Все проблемы знаю. С проблемами, насколько возможно, боремся. Пытаемся, да, пытаемся, но еще пока похвастаться чем-то не могу, не можем. Значит, что сказать еще. Я состою в комитете по социальной политике, являюсь заместителем председателя, принимаю участие, посещал все комитеты, рассматриваю вопросы, принимаем решения. Единственное, что могу сказать по активности округа, это вот принимали участие инициативная группа по программе 400 дворов, инициативная группа по инженерной 4 были заявлены и выиграли тендер на постройку площадки. В этом году нам обещают поставить площадку во дворе по инженерной 4. Что еще сказать, за время, за 15 месяцев было 3 обращения всего, 3 обращения, то есть активность жителей очень слабая. А вот по форме площадок, это будет определяться, какие площадки? Вы знаете, вот в этой программе... По объему, какие вот нужны, вот так мы смотрим, ходим по себе как, через день, да каждый день, что лучше станет? Это, кстати, это губернаторская программа, про которую я проговорил, 400 дворов. Значит, в этой программе что предусматривается? Значит, они, жители пишут, что они хотели бы видеть. Спортивная площадка, либо детская площадка, понимаете? Либо асфальтирование. Благоустройство. Благоустройство, да. Они сами уже указывают то, что они хотят видеть у себя во дворе. Некоторые вещи там не нужны совершенно. Потому что раньше площадка у нас была, там вечный шум, ямки сейчас убрали что. Потому что с окна выглянул, сказал, так, ментов вызывают, все, сбежали сразу. И лавочки у меня стоят все, то раньше не было вообще всех. Или пили там, гуляли. Сейчас все захватились, по одной стали ставить, все говорят, не будут они стоять. Нет, в прошлом году две свистеры поставили, да, пять. Поэтому вот именно площадочку выбрать так, чтобы она не была шумной. Под качели, как... Нет, нет, вы знаете, детские площадки, детские площадки не могут быть не шумными, на то они и дети. Вы знаете, у нас есть жители, которые отказываются от площадок, они говорят, у нас тут машины стоят, а тут дети будут вдруг в футбол играть, и мячом попадут. И прям категорически против установки площадок. Есть у нас и такие жители. По набережной категорически отказались устанавливать площадки детские. Дети мешают жить, оказывается, видите, бывает и такое. Больше вопросов к народному избраннику не нашлось. На том встреча была окончена. Таким образом, уже отчитались 14 депутатов из 21. Напомним, Евгения Чудная провела собрание в Каменке. Телеканал Даль-ТВ будет своевременно информировать об очередных депутатских отчетах за год работы.